По большому счету человек может не интересоваться политикой, но политика будет его все равно задевать и касаться. И человек, который смотрит это с более высокого замысла, понимает, что на одной планете есть человек, который занимается духовно, есть, допустим, альтруист, а есть эгоист, который пытается как-то его использовать, его там что-то наживится. То есть этот человек управляет своим пространством, этот управляет своим пространством, а пространство планеты управляет и тем, и другим. А Солнце подсознание управляет еще ими всеми. И по большому счету наше высшее состояние подсознания это тот, который через аватара развивающегося и через аватара нагнетающего дает друг другу уроки. И то есть не до того и щука в реке, чтобы карась не дремал. То есть если это разложить всю геополитическую картину, как шахматная доска, черные-белые, в конце игры все входят в одну и ту же шахматную коробку. И то есть это замысел одного и то же, чтобы мы развивались. Мне очень нравилось, как тогда Серафим Саровский говорил, у него спрашивали, батюшка, а кто вас научил так молиться, на что он говорит, да черти. Как черти. Как черти могут научить молиться, на что он говорит, да к вам будут приходить по ночам по ребрам бить, вы хочешь не хочешь научитесь. По большому счету все, что происходит, это идеальная среда для нашего развития. Мне в свое время, когда я начинал задуматься о таких вещах, очень и где-то там моя еще эмоция цеплялась, где-то меня это разочаровывало очень сильно. Меня воодушевила одна притча, она больше такая дуального характера, семеричности, но тем не менее она очень глубоко несет суть. В одной семье родился мальчик, эта семья духовно занималась и она начала с самого детства этого мальчика учить духовным практикам. Семья эта находилась в городе, который поддерживал духовность. Город находился в стране, который культивировал духовное воззрение, а страна эта находилась на планете замечательной, экологичной. И этот мальчик очень быстро духовно рос, 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 достиг состояния Бога, приходит к Богу и говорит, вот я молодец, добился такого же уровня, как и ты. Но что-то тому говорит, да, замечательно, а теперь попробуй родиться в семье, которая тебя не будет понимать. Семья будет находиться в городе, который будет далеко от духовности. Город будет находиться в стране, который будет препятствовать духовности. А страна будет находиться на планете, которая будет далеко от экологии. Вот тогда ты сможешь до меня добраться? То есть на самых сильных тренажерах тренируются самые сильные души и по большому счастью все что происходит эта тренировка сильных душ и мы изначально этот тренажер выбрали для себя и наверное и наверное вот тут вот тоже для меня такой важный момент наверное скажу что сила солнца в том что она светит в темноте